как вы относитесь вот к этой волне на западе который до нас тоже заходит вот борьбы с харассментом с сексуальными домогательствами вот об этом много пишут вы знаете что очень многих людей была разрушена карьера потому что они там кого-то когда-то знаете человечество на время от времени все время с кем-то борется меня так воспитан в детстве вот мне рассказывали какие-то истории мой дед еще кто-то я вообще против компанейщины как только мы начинаем каким-то одним общим аршином мерить любую историю любую ситуацию то правда истинно пропадает вот сейчас значит какая-то сказать пространство мстит там не знаю времени потом время будет мстить пространство это чушь какая-то я не понимаю как вот сейчас харассмента оказывается сегодня понимаете что например фильм однажды в америке сегодня то есть не однажды в америке последний танго в париже сегодня в принципе нельзя показать он не может вы не мог бы выйти через взаимоотношений которые существуют там между мужчиной и женщиной он не мог бы сейчас выйти а если он вышел то человек который его сняла и продюсеры они бы оказались вот в позорной яме может быть их так сказать закидали бы чем-то и так далее они долго бы отмывались чушь собачья с моей точки зрения все а я никогда не считал же мужчину главней женщиной не считал женщину главней мужчины это какая-то логика ну коллективная логика вот это вот так называемая я всегда меня все очень боюсь когда возникает какая-то вот коллективная позиция значит что то где то не так сергей никоненко наехал здесь на голый центр он только сейчас узнал что там бегают голые люди без обнаженной мужской задницы не обходится ни одна постановка сам не был я в логольце это не знаю но люди говорят кто-то сказал и никоненко он настаивает на том что необходимо сменить аграновича поставить нового чек а я не знаю знаю изменится ли что-либо ведь речь не о том кто будет рулить тем или иным театром о том что будет финансироваться властями на что будет отпускать деньги минкульт и прочие подразделения вот а света место пусто не бывает агранович я помню мы беседовали пару раз ну так человек видит по-своему профессионал по всей видимости естественно мы с ним не единомышленники поговорить было интересно кстати вот тот же райкин меня честно честно говорят меня задача он сказал что все люди абсолютно все без исключений мечтают об актерской профессии ну просто у кого-то получается есть узоры которым не удалось как вы на это смотрится то есть если вокруг вас люди которые не мечтают об актерской профессии никогда не мечтали я могу только предположить что имел ввиду константин кач человек большого ума и большого таланта и вообще пред которым я в общем преклоняюсь может быть речь идет о том что в общем все люди хотят чтобы их любили вот и да вот это вот так сказать оказаться в центре внимания чтобы тебя любили может быть это и он имел ввиду иначе я просто скудным своему мишкам не понимаю что конкретно что он имел ввиду а вы считаете что все люди выйдет сказать существование интроверт в котором общем пофигу то есть они живут как-то со вселенной и общается и мощь совершенно все равно любит их или не любит или так не бывает допуская но я также допускаю что когда константин как бы что все абсолютно все люди он тоже допускает что такое вот нет конечно допускаю хотя я думаю что это заложено в природе человека в его инстинктах любить и быть любимым да даже на физиологическом уровне поэтому я думаю что большая часть интровертов это люди не родившиеся в этом бункере своем залезшие туда закрывшиеся там по каким-то причинам зачастую связанным как раз не любовью или с какой-то агрессии внешнего мира который на них